Добрый день, дамы и господа! Вас приветствует компания ВИВАСАН в моём лице, главным консультантом фирмы Густаковым Николайом Андреевичем. Сегодня мы с вами поговорим о таком часто встречающемся заболевании, как поленоз. Надо сказать, что это частая патология, которая наблюдается у людей, особенно в последние века, учитывая, что развивается промышленность, и связано это прежде всего с аллергизацией населения. В связи с тем, что такой фон уже существует, организм человека стал неадекватно реагировать на и другие природные соединения, в частности, на пыльцу растений. Поэтому поленоз – это сезонно-аллергическое заболевание, поражающее слизистые верхних дыхательных путей глаз, причиной которой является аллергическая реакция на пыльцу растений. В структуре аллергических заболеваний поленоз составляет где-то около 40-50%. Особенностью поленоза является то, что мы наблюдаем его, как правило, в средней полосе весной и ранним летом. На самом деле оказывается, что поленоз наблюдается с ранней весны и до начала осеннего периода. Это связано с цветением растений, которые вызывают аллергию людей. В частности, весна – это наибольшая причина нацветения ольхи, орешника, березы. Летом – это дуб и сосна, одуванчик. В конце лет – это тимофеевка, наиболее частая причина поленоза. Ну и в начале осени расцветают такие растения, аллергенные, как полынь, амброзия, лебеда и другие. Симптомами поленоза является слезотечение, першение в горле, чихание. У людей, у которых поражаются верхние и средние дыхательные пути, может наблюдаться кашель с трудноотходящей мокротой. Надо сказать, что на аллергию у людей, на поленоз в частности, активное положительное воздействие оказывает ряд биологически активных веществ. Из них на первом месте стоят биофлавоноиды. Они обладают противоаллергическим действием. Особый класс жиров, поленасыщенные жирные кислоты, классы омега-3, омега-6 и омега-9, они препятствуют торможению выделения гистамина, основного медиатора аллергии. Пробиотики поддерживают иммунную систему и обеспечат адекватную реакцию организма человека на аллергические белки. Витамин С уменьшает проницаемость сосудов и особенно сокращает выраженность течения аллергических хоринитов и бронхоспазм. Ну и микроэлемент цинк активен в отношении пыльцы растений. Витаминные комплексы также оказывают положительное воздействие на аллергию, и поэтому они широко используются и в профилактике, и в коррекции аллергии. Такие витамины, как никотиновая кислота, пантотеновая кислота, витамин С, Е, бета-каротин. А минеральные вещества, они уплотняют сосудистую стенку и уменьшают проницаемость сосудистой стенки, что, в общем-то, уменьшает воспалительный процесс. Все они препятствуют освобождению медиатора воспаления аллергии гистамина и тем самым снимают зуд, отек и аллергию, бронхоспазм. Базовыми средствами для коррекции полиноза и аллергии относятся такие биологически активные добавки компании Вивасан, как нигенол, экстракт горофрутовых косточек, комплексные витамины бодрости на весь день, АЗ-компакт, холин, артишок, ультразащита печени, экстракт артишок, все вам известные. Из омега-3 жирных кислот и омега-6 нужно предпочтение отдавать омегу-3 форта, который содержит масло КРИ или к тому же еще. Из эфирных масел предпочтение отдается маслу чайного дерева, гигиеническому спрею, который недавно совсем поступил на реализацию у нас, и спрею Мамма-Мия. Средства для коррекции поленоза можно расширить до большего количества, особенно это касается витамины минеральных комплексов, таких как яблочный уксус. Из пробиотиков здесь нужно отдать предпочтение флорамаксу, ну и из омега-поленасыщенных жирных кислот сюда можно добавить Витал-Плюс, масло инотеры и ряд других продуктов. Нигинол является базовым средством для коррекции аллергии. Он содержит масло черного тмина и обладает противоаллергическим антигистаминным действием. Одновременно витамины, которые содержат там, обладают антиоксидантным действием и уменьшают проницаемость сосудистой стенки, что уменьшает выраженность аллергических реакций. Принимает нигинол по одной капсуле три раза в день во время еды. Курс приема в среднем составляет один месяц. Омега-3 жирные кислоты тоже относятся к базовым средствам. Они обладают противовоспалительным, противоаллергическим действием. Они являются протекторами клеточных оболочек, тем самым оказывают антиоксидантные действия и уменьшают воспалительный процесс проаллергии. Применяются омега-3 жирные кислоты по одной, две капсулы в день во время еды. Продолжительность приема составляет от двух до четырех недель. Продукты компании ВАСАН, которые рекомендуются при поленозе, это поленасыщенные жирные кислоты, к которым относятся нигинол, омега-3 форты, витал-плюс, молодость навсегда. Биофлавоноиды – это экстракт грифурта у косточек, артишок, артишок-холин, ультразащита печени, гинго, белоба, зелёный чай, который содержит кварцетин и основные витамины-антиоксиданты, пробиотик, флоромакс, витаминные комплексы, бодрость наведения, яблочный уксус. Ну а чайное дерево является базовым из эфирных масел, которые обладают противоаллергическим действием. Хорошим подспорьем для коррекции аллергии является спрей гигиенический для носа и горла. Новый спрей, содержащий группу эфирных масел, обладающих противоотечным, противоаллергическим действием и одновременно увлажняющим слизистой оболочкой. Ну и всем вам известный мамамия, которая восстанавливает проходимость дыхательного тракта. Артишок-холин содержит биофлавоноиды артишока и расторопши. Ценарин и силимарин. Они обладают антиоксидантом и противоаллергическим действием. Одновременно обеспечат противовоспалительное действие. Они же обеспечат детоксикацию, то есть выведение иммунокомплексов из организма человека. Применяется по артишок-холин по одной капсуле один-два раза в день. После еды продолжительность приема составляет 30 дней. Ультразащита печени содержит биофлавоноид силимарин и антиоксидантный витамин, витамин Е в частности, который обладает выраженным противоаллергическим действием. Применяется ультразащита печени по одной капсуле два раза в день после еды или во время еды, тоже продолжительность приема составляет 3 месяца. Генкалин форта содержит биофлавоноид генгазид, который обладает противовоспалительным противоаллергическим действием. Помимо всего прочего, он еще улучшает микроциркуляцию и обладает противовоспалительным действием, потому что является положительным подспорьем для коррекции аллергии. Способ применения – это одна капсула в день во время еды. Продолжительность приема составляет 1 месяц. Ну и вот мы дошли до экстракта грифрутовых косточек, который также содержит биофлавоноид дорингин. И здесь этому продукту надо дать из биофлавоноидов основное предпочтение. Почему? Потому что он обладает антигистаминным действием и одновременно препятствует воспалительным процессам. Надо сказать, что это ведущее противоаллергическое средство, которое назначается по 10-30 капель в день за 30 минут до еды. В стакане кипяченой воды продаются приемы от 1 до 2 недель. Надо сказать, что у людей, у которых имеется аллергия на цитрусовый, данный продукт не показан. Ну, новый спрей гигиенический для горла и носа – это наше спасение. Почему? Потому что мало того, что этот спрей обладает противовоспалительным, противоотечным и увлажняющим действием, он к тому же уменьшает аллергический воспалительный процесс. Гигиенический спрей впрыскивается в полость носа и в полость рта. Предварительно нос нужно промыть физиологическим раствором соли, а полость рта прополоскать 1-2% раствором пищевой соды. Продолжительность приема и в том, и в другом случае составляет 3 недели. Масло чайного дерева, всем известное масло, обладает противоаллергическим, противовоспалительным, противоотечным действиям, успокаивает вообще аллергию. И надо сказать, что его свойства давно всем известны, и он очень широко используется при очень многих заболеваниях, а также и при аллергических реакциях, не только при пыленозе, но и при кожно-аллергических процессах. Спрей-мамомия, содержащая эфирные масла, эвкалипты, мяты, гвоздики, сосны, камфор, ментола, обладает противоотечным действием, способствует восстановлению прохождений верхних дыхательных путей, облегчает дыхание людям. Надо сказать, что это средство наносится на платок и проводится в холодной ингаляции. Ни в коем случае это средство нельзя наносить непосредственно в полость рта и в полость носа. Данный слайд демонстрирует нам алгоритм применения основных базовых средств Вивасан для коррекции полиноза. К ним, мы уже говорили, относятся нигенол, экстраграф рутовых косточек, омега-3 жирные кислоты, бодрость на весь день, биофлавоноиды артишока и расторопши, пробиотик флорамакс, который назначается по две капсулы за 30 минут до еды в течение двух недель, ну и яблочный уксус. Ароматерапия при полинозе является одним из ведущих факторов, уменьшающих воспалительный процесс и отек и следствечение, в частности. Масло чайного дерева широко используется в виде холодных ангаляций или посредством классической ароматерапии, посредством аромолампы. Используются две капли эфирного масла на 5 квадратных метров площади помещения. Продолжительность процедуры составляет 10-20 минут, один-два раза в день. Продолжительность ароматерапии должна превышать трёх недель. Ну а масло «Мамма-Мия» также продолжительность уставляет 3 недели. Наносится либо на одежду, либо ингалирует в виде холодных ангаляций с платка один-два раза в день, по три-пять дыхательных движений, один-два раза со тремя-пятью минутами перерыва. Ну и последний гигиеничный спрей для горла и носа – это средство, которое является одним из ведущих средств для коррекции воспалительных процессов аллергического характера на фоне полиноза. Им ингалируют полость носа и впрыскивают в полость рта. Они обладают противовоспалительным, противоотечным действием. Они способствуют вымыванию пыльцы, которая попадает на слизистые оболочки носа и полость рта, способствуют их выведению из организма. После промывания носа физиологическим раствором соли впрыскивают один-два впрыска в каждый носовой ход. В течение дня это можно повторять два, иногда три раза в день по мере необходимости. А то, что касается горла, то мы промываем его 2% раствором соды и также впрыскиваем по два впрыска два-три раза в день. Продолжительность приема гигиенического спрея, так же, как и всех эфирных масел, не должна повышать трех недель. Мы сегодня с вами поговорили о полинозе. И здесь надо отдать должное продуктам Вивасан, которые позволяют довольно эффективно справляться с этой проблемой. Акцент надо сделать на профилактические мероприятия при полинозе. Знать график цветения растений в средней полосе или там, где вы проживаете. И за 2-4 недели до начала цветения растений применять артишок, нигенол, спрей, которые позволяют подготовить организм человека ко встрече с пыльцой, уменьшить выраженность аллергических реакций на пыльцу цветущих растений и повысить комфортность жизни. Всего вам доброго!